Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 600 грамм свежемороженной мойвы. Мойву размораживаем. К мойве добавляем пол чайной ложки соли. Придерживая за край пакета, хорошенько перемешиваем рыбу с солью. Отставляем мойву в сторону. Приготовим панировку. Нам понадобится 2 столовые ложки муки, 1 столовая ложка кукурузной муки, 1 треть чайной ложки соли, 1 чайная ложка сладкой копченой паприки, половина чайной ложки сушеного укропа, половина чайной ложки специй к рыбе и половина чайной ложки гранулированного чеснока. Добавляем черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем. И засыпаем пряно-мучную смесь к рыбке. Также, придерживая за края пакета, хорошенько перемешиваем рыбку. Гениальный рецепт приготовления мойвы. Никакой грязной посуды и никаких брызг жира из сковороды. Лайфхак, как жарить рыбу. Теперь на столе расстилаем пергаментную бумагу. Сминаем ее. Разворачиваем и смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, это великолепный рецепт. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи. С одной стороны выкладываем 6 рыбок. Накрываем второй стороной пергамента и сворачиваем края. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв, комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Перекладываем подготовленную рыбу в пергаменте на разогретую сковороду. Накрываем крышкой и жарим на умеренном огне 5-7 минут до золотистости нижней стороны. Затем накрываем рыбку тарелкой. Переворачиваем. Возвращаем непрожаренной стороной вниз. Накрываем крышкой и жарим еще 5-7 минут до золотистости и готовности рыбки. Пока обжаривается рыба, подготовим в следующую партию. Субтитры сделал DimaTorzok Снимаем рыбу со сковороды при помощи тарелки. Выкладываем следующую порцию рыбы. Обжариваем 5-7 минут на умеренном огне. Затем рыбку переворачиваем. Обжариваем еще 5-7 минут. Убираем рыбу со сковороды. Обжариваем третью партию рыбки. Пока обжаривается третья партия рыбки, приготовим соус. Нам понадобится 3 столовые ложки сметаны, одна столовая ложка майонеза, половина чайной ложки французской горчицы в зерна, пол пучка укропа. Укроп мелко нарезаем. Добавляем в соус. Добавляем в соус. Теперь нам понадобится 1 зубчик чеснока. Чеснок очищаем. и нарезаем мелким кубиком. Добавляем чеснок в соус. Также нам понадобится 1 небольшой маринованный огурчик. Его также нарезаем мелким кубиком. Добавляем в соус. Добавляем чеснок. Добавляем чеснок. Добавляем огурец в соус. Хорошенько перемешиваем. По желанию соус можно посолить. Мне хватает солености майонеза и маринованного огурца. И поперчить. Соус готов. Рыбка тоже готова. Разворачиваем пергамент. Достаем рыбку и подаём к столу. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Жареная мойва вкусно, просто, дешево и полезно. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Никакого неприятного запаха. Жареная мойва на пергаментной бумаге. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Жарить рыбу ещё никогда не было так просто. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для начала приготовим маринад. В кастрюлю вливаем 1 литр чистой питьевой воды. Добавляем 3 столовые ложки соли без горки. Добавляем 2 чайные ложки сахара, также без горки. 3 чайные ложки смеси перца, 5 горошин душистого перца, 3 звёздочки гвоздики, 3 чайные ложки молотого кориандра, 1 чайную ложку французской горчицы в зёрнах, 3 лавровых листика и всё хорошенько перемешиваем. Отправляем маринад на огонь и доводим до кипения. Когда маринад закипел, снимаем кастрюлю с огня и даём остыть. Пока остывает маринад, займёмся мойвой. Нам понадобится 700 грамм рыбы, у меня свежемороженое, я её на ночь оставила в холодильнике, чтобы она разморозилась. Теперь мойву необходимо очистить. Для этого отрезаем голову, разрезаем брюшко, удаляем внутренности и обязательно удаляем чёрные плёнки, чтобы рыба не горчила. Не жарьте и не запекайте! Простой рецепт приготовления маринованной мойвы. В рыбном магазине меня научили солить мойву. Невероятно вкусный и простой рецепт засолки мойвы. Если вы не знали, что приготовить из мойвы, то это великолепный рецепт рыбы пряного посола. Отличная идея на обед или ужин из простых и доступных продуктов. Не стыдно подать их праздничному столу. Маринад для рыбы ещё никогда не был так прост. Малосольная мойва пряного посола никого не оставит равнодушным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь моеву необходимо промыть под проточной водой. Вот такая рыбка получается. Перекладываем моеву одним слоем в удобную емкость для хранения. У меня прямоугольная стеклянная форма для выпекания. Также нам понадобится один довольно крупный репчатый лук. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв, комментарии. И поделитесь, пожалуйста, своим опытом, какой ваш любимый рецепт засолки рыбы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Теперь разделяем полуколечки друг от друга. И выкладываем третий лука на рыбу. Снова выкладываем рыбку одним слоем. Теперь лук. Снова рыбка. И завершающий слой лук. Тем временем маринад остыл. Теперь добавляем в маринад 2 столовые ложки столового 9% уксуса. И 3 столовые ложки рафинированного растительного масла. Перемешиваем. И заливаем маринадом рыбу с луком. Маринад должен покрывать рыбу полностью. Накрываем пищевой пленкой. Я накрываю двумя слоями, чтобы запах не распространялся по холодильнику. Оставляем промариноваться мойву на одни сутки. Маринованное малосольное мойво пряного посола готово. Подаем к столу. Это невероятно вкусная, нежная рыбка. Никого не оставит равнодушным. Великолепная идея, как посолить рыбу легко и просто. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Дешево и полезно. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 700 грамм свежемороженной мойвы. Рыбу размораживаем. Затем удаляем плавники со стороны спины и брюшка. Затем удаляем хребет. Вот такое филе получается. Повторяем процесс со всеми рыбками. Гениальный рецепт приготовления мойвы и какого неприятного запаха. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Вкусные жареные рулетики из мойвы без косточек и специфического запаха. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Простой и все. Хорошие друзья. Простой и вкусный рецепт. Погоняем architectural science. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выкладываем филе мойвы одним слоем в блюдо. Приготовим маринад. Нам понадобится 3 столовые ложки лимонного сока. Добавляем 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Смазываем каждое филе полученным маринадом. Снова выкладываем рыбку в один слой. Смазываем маринадом. Опять рыба. И маринад. Оставляем мойву промариноваться на полчаса. По истечении времени приготовим панировку для рыбы. Нам понадобится 2 столовые ложки пшеничной муки и 2 столовые ложки кукурузной муки. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. В черный перец я добавляю четверть чайной ложки черного перца и половину чайной ложки сушеного укропа. Хорошенько перемешиваем. Затем каждое филе обваливаем с двух сторон в панировке. И заворачиваем рулетиком. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Теперь в сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного масла. Добавляем 20 грамм сливочного масла. Растапливаем. И выкладываем в разогретое масло рулетики. Обжариваем на умеренном огне 3-5 минут до золотистости. Затем рыбу переворачиваем. Жарим еще 3-5 минут до золотистости на умеренном огне. Теперь переворачиваем рыбу на третий бочок. И также на умеренном огне обжариваем еще 3-5 минут до золотистости и готовности рыбы. Невероятно вкусные нежные рулетики из мойвы, жареные на сковороде, готовы. Подаем к столу. Я подаю с жареным картофелем. По этому рецепту рыба получается очень вкусной. Рыбные рулетики недорого и полезны. Вкусный дешевый рецепт из простых и доступных продуктов на обед или ужин для всей семьи. Не стыдно подать и к праздничному столу. Жареное моево без косточек вкусно и просто. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Пишите свой отзыв в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.